Азимая пшеница льговская 4 В этом году наделала много шума, когда при холодных условиях желтели третьи листья очень сильно, особенно там, где работали баковыми смесями сложными, многокомпонентными. Но, тем не менее, мы видим, как она серьезно болеет на варианте, где не было фунгицидных обработок. Это контроль. Вариант с двукратной триазольной защитой. Мы видим, что прессинг болезней достаточно серьезный. Первая фунгицидная обработка – это был холостой выстрел. Болезней не было, фунгицид закончил свое действие, пошли болезни. А потом, когда мы с вами работали по колосу, уже все полыхало. Мы наложили здесь колосовой продукт. Да, он сработал, потушил все, что было. Но, в целом, такая защита не особо радует глаз. Львовскую 4 нужно защищать более интенсивно и не пускать болезни так высоко. Да, мы здесь потушили. Характер пятен темно-коричневый с сероватым наливом говорит о том, что здесь прореченный септриоз. Но, тем не менее, такие листья не особо радуют наших агрономов и представителей хозяйств. Вариант двухкратных защиты Амистар Экстра по начале трубкования и 3 мая, а потом Элатус Эйс. Здесь мы можем с вами посмотреть, что Элатус Эйсом мы также тушили пожар. Отдельные растения зеленые, полностью здоровые, но также много болезней. Защиты Амистар Экстра и Элатус Рея по трубке. Амистар был 3 мая, через 26 дней Элатус Рея. И больше здесь не было ничего. Львовская 4 Амистар Экстра и Элатус Рея. Зеленые здоровые растения. Да, внизу пятна мы видим, но это пролеченные фунгицидами пятнистости. Наверх они не пошли. Здесь мы с вами смотрим на три варианта защиты. Азимая пшеница и Львовская 4. Самый крайний сноб это у нас Тилтурбо в конце кущения, начало выхода в трубку. И потом Магнелла по Колосу. Сегодня у нас 6 июля 2022 года. Разницу видно невооруженным глазом. Когда мы с вами тушим пожар, ждем Колоса, что мы получаем с листовым аппаратом? И тогда, когда мы работаем профилактически. Первую обработку Амистар Экстра позволил дольше растениям быть здоровыми за счет своего антиспурлянтного действия. Элатус Эйс в средний сноб был наложен 2 июня. То есть через месяц после Амистар Экстра. И это нам позволило сохранить 2 листа здоровыми. Ну и самый крайний, третий сноб. Это был Амистар Экстра 3 мая. По концу кущения, начало выхода в трубку. Амистар Экстра 0,75. И потом Элатус Рея через 26 дней. Потому что прессинг болезни был очень серьезный. Мы здесь вам можем показать, что такое Элатус Рея. И мы видим, что в целом развитие заболеваний на самом крайнем снобе самое минимальное. Да, мы понимаем, что здесь мы максимально защитили свой листовой полок. Луговская 4. Озимая пшеница. Орловская область. Это контроль абсолютный, без фунгицидов. Болезнь поднялась на флаг. Съела практически весь под флаг. Или большую его часть. Второй сноб. Это триозольная защита. Тилт Турбо 0,8 по концу кущения. И Магнелла по колосу. Третий сноб. Это Амистар Экстра 3 мая в начале трубкования одновременно с Тилтом. А потом был Элатус Рея 2 июня. И крайний правый сноб. Это Амистар Экстра 0,75 по начале трубки. И в 34 фазу через 26 дней Элатус Рея в норме 0,6 литров на гектар. Мы понимаем, что чем больше карбоксамида, тем больше физиологический и фунгицидный эффект, чем дольше период защиты.